Падает? Давай! И сегодня мы захватим несколько локаций, мы не будем проезжать все места, которые указаны в Екатеринбурге. Сколько их точек? Сами считали? Нет. Ну, вот из-за того, что помните... Ну, в основном там же как? Центр, Эльмаш и, собственно, Пальмиро-Тольятти, где эта остановка. Посадская? Да, Посадская. Вы раньше там жили? Да, было дело. А сейчас вы переезжаете? Сейчас на Эльмаше, да. Сейчас на Эльмаше. Это гораздо удобнее, кстати. Вот мы находимся сейчас на улице Малышева. Вообще, как оказалось, мы не совсем находимся в том месте, потому что мы на Малышево-44, это Рубин. А сама локация... Как за остановку стоило в Пасадскую троллейку? Что там как было? Там, если надо было уехать на Пасадскую, все троллейбусы ехали на виз, да. А если надо было на виз, то все на Пасадскую ехали? Там семерки, семерки, семерки ехали одна за другой, там были тройки. Нет, семерки на Пасадскую, тройки на Пасадскую. Семнадцатые, семнадцатые, семнадцатые ехали, могли ехать. Просто штук пять подряд могло семнадцатые прийти, по-моему. Да. А герой ждал какой троллейбус? Тройку или семерку. Тройку. Это, конечно, немножко раздражает, и момент такой был, что ему позвонил Паша, это его коллега. Да, он уже ехал, в начале-то он уже едет, он мимо Волфонки проезжает, я так понимаю. Угу. Театра. Проезжает мимо театра Волфонки. Еще радуется, что у него в Тюзи как бы билеты на елку. То есть он все-таки радуется, что они в Волфонке, да? Ну, что там побольше, да, театр, все. Понятно. Ну, давайте пройдем и будем в ходе обсуждать. Осторожно, там стуги осадят. О! Хорошо. А что еще там? Ну, колодище, это жуткая пробка вечная, как бы. Если вы помните, она там, по-моему, до сих пор сохранилась там, где там Малышева, в Москве, в Москве, в Москве, в это кольцо это не несчастное, то как-то его распространяешь. Может быть, в Олимпиаде, в Гиблии, 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 в Гиблии. Ну, раньше там только детки. И в этот момент звонит ему Паша и рассказывает про то, что там, не знаю, он прибавил. В это время пьел чай. И он практически таким чувством, да, заеденный за остановки несчастный. Именно. А, насколько у меня это летом происходит? Да он, на остановке стоит он летом. Там, куда или на остановку? Мы пойдем сейчас в метро площадь Пятого года, там где локации. Ну, что, мы выбрали. Ну, вот все-таки, вот это было наше, что потому что у нас все будет. А это пробка замечательная, чем, чем? Я как-то лету два суток из школы. Ну, да. И, в основном, от Малышева они поехали, наконец. И оказалось, что ужин нам нет. Так я узнал ходить в магазин, приготовить ужин. И они только минуты. Пускай пилаты будут и ехали. То есть, вот за такую степень, там пробка не у нас всегда будет. Ну, вот он здесь. Может, как-то больше экшена, скажем так. Да так вот, кстати, он не был показыван где-то экшен. Это экшен? Да, там вот особо нет текста. Ну так, давайте пойдем дальше. Мы хотели пройти в Малышевку. Тоже такая, абсолютно. Да, офис Макжима упоминается. Один от нашего родителя. Да-да-да. Который раньше, по-моему, в некоторых частях города вообще не могло это найти. То есть, с ними достаточно было бояться. Ухажав на три души. И связь была такая. А потом, на вторых родах там, где в Толистах, не было связи просто. Все по-разному. Боже, ты честно, ты удивился тому, что настолько... Ладно, Екатеринбург, это все наши изхоженные любимые дробки. Это все наша история. А что Москва? А может, он с людьми дает, конечно. И, все-таки, москвичей живет тоже масса. На самом деле, не... Не москвичей, да? Ну, просто... Тоже людей со средним достатком, да, с каким-то, или даже небольшим достатком. Конечно, при той лавине... Тогдашней... Сошла только половина офисных романов. Обычно про бизнес, наверное. Про политиков. Да, да. Ну, платформ, может, уже отошел до того времени. А, видимо, людям все-таки хотелось хотя бы чуть-чуть про себя почитать, на самом деле. Как они суп делают, хотя бы. Сравнить. Как они болеют. Как они к детям относятся. Какое-то сравнение... Ну, ты не старался специально это сделать, это все произошло абсолютно... А это никак специально нельзя сделать. Абсолютно согласна с этим. И еще такая забавная деталь про некого писателя, которого не печатали в журнале «Урал». Наше прекрасное дело с тобой, потому что сейчас тоже не печатали в журнале «Урал». «Урал» после этого что-нибудь сделал? Ну, они какие-то нежные. А кто не на меня? Нет, почему же не на меня? Просто я не писал. Ну, как-то у меня вознял абсолютно с другими журналами и ресурсами. Да. Нет. Не было один наше вот именно, кто-то знал о такой успешности. Нет. 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 Я заширался. Нет. Как на такое можно обижаться? Нет. Ну, возможно, ты считал себя каким-то поэтом, да? Кто-то делал поэты какой-то? Нет. Он же как бы... Немного... Несколько казаринский взгляд, ну, очноватый на поэте. То есть, человек поэтом себя не может называть, потому что он живой. И вообще, и лет тридцать после его смерти не прошло. То есть, ну, вот как это вот? Как можно считать все поэты? Ну, ключи, ключи. Ты же не знаешь, как это. Да. Ну, ты бы не придумал себе это решать. Да. Абсолютно так. А вот сам этот романчик, да, ты начинал его? Этот гринный был? Ну, я его придумал, придумал. Придумал, придумал. Придумал. Потом бац, как кусал. То есть, это была уже готовая поэтома? Да, да. Вот когда снегурочка придумалась, я видел коллизию. Я уже не знаю, что они не салазателят. Я не знаю, что они не салазателят. Да. Да. Как мы же как раз вспомним эту коллизию про снегурочку. То есть, маленький петро. То есть, петро, который старший, который маленький петро. У него, у него, у него своя жизнь в голове. Он, разве, человек, то есть, он не знает, что снегурочка, или девушка, которая сидит. Там, в кабинете, с которой это часть, там, один и другой человек. А потом, свой петро. Персонажи переходят в группу, и его немецко. Персонажи переходят в группу. То есть, да? Да. Я же так приходил, наши дети получили, и не хватает. Да. Как? Нет, слава богу, нет. О которых не говорили, почему бы с опоследованием получилось так, что опоследовало некоторое видео прочитание. И отдел, а с которыми нет. У меня сын читал бюлок, он говорит, что доска не какая тоска. До 20 лет. А, он говорит, просто какая тоска, опоследовало не будет больше. Давайте вот туда чуть-чуть отойдем, потому что очень сильный уличный шум. Я уже не помню, что тут могло произойти. Я не помню. С нашим местным телевидением ездили. И у кондуктора спросили. А вам попадаются странные люди? Каждый день, по сути дела. Есть даже регулярные люди безумные страны. Даже не сомневаюсь, в нашем городе может здесь пройдет все. А вот это какое-то сумасшествие. Это только в нашем городе. Оно последовало? Нет, нет. Я думаю, что это всерокийское. Да и вообще, как бы, любое. Посмотри по низу. Но ведь, что характерно, оно же у тебя описано, да? Достаточно с какой-то любовью. Да, это же неинтересно, если все абсолютно. То есть, сам рассказ Немезов отличный? Ну, я с любовью писал, да. Хотя, обычно почему-то, ну, некоторые, как-то, некуда высоко. Непонятно. То есть, были какие-то обвинения в том, что... Я 60 лет живу в России, я ни разу не видел грязных подъездов. Ну, вот что-то может показать. Ну, на самом деле, если вспомнить, допустим, какую-нибудь страну рос, да? Наши души, всеотечества. Да. Ой, мы тут недавно в Торфорезах проезжали. Да, в том числе. Да, самая улица Торфорезов. Да, мы тоже вчера проезжали ее. Я бы здоровала, что наши улицы становятся известны не только нам. Да, хотя вот Торфорезов уже не было. Но теперь я не знаю. Так, один за Андрея Ленкова вообще, это, по сути дела, это должно было быть... Это и стало хитом, в принципе, среди людей. Но почему-то таким-то хитом, о котором как-то сразу, ну, затычка, как-то, я не знаю. Андрея вообще как-то забывают его. То есть, вот он как-то умирается потеряться даже просто в разговоре. То есть, у меня был разговор. У меня был разговор с московским гостем. Пару лет назад. Я говорю, Андрея Ленкова, разве ты не знаю, что он говорит? А это кто? Ну, я смотрел классно, классно, классно. Как его еще раз зашипить? Да. Ну, это же история просто нового Эгипова. Он невероятно скромный человек, которого еще и попробую заставить там куда-то выйти. Вот. Тебя еще можно заставить, но ты тоже строг. Тем не менее, вот как-то вот и теперь. А сейчас выйдет фильм? Ждешь фильма? Да, мне интересно. Вот. Вот. Думаешь, что это будет еще новая история? Вот из Петрова, который подняет новую жизнь? Нет. Это скорее за кредит, лид за героев. Вот. Люди будут открывать? Будут уже видеть. Кто как выйдет? Хотя там немножко сентября не по-другому. По-другому. Да. А кто больше вот похож? Да. А из героев на кино героев? Мне кажется, все-таки Чулпан Хаматова более все. Похоже? Похоже, да. А сам Петров, он же типа толстоватый и как ты. Слишком высокий. А сын у него тоже как брюнет, я так понимаю. Но они там зимноволосые одессы. Хаматова, во-первых, в татарских крыльях. Да. Во-вторых, есть с ней какой-то такой нервный вообще, да? Да. Такая милая, чудесная. Да, 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 да. Это очень круто. Я примерно ее и представлял, вот, когда писал. Кого Петрова представлял, я не помню. Вот прям вообще никого не представлял? То есть какой-то прям образ? Ну, как в общих чертах что-то такое было. А мы же даже когда читаем, мы представляем себе все Петрова, по-моему. Зеленый по себе. Да. Ну, Игорь, я кем-то представлял каким-то актером. Он просто ради уморства, чтобы посадить. Вот, нет, вы первое прочитали, да, получают прекрасную память. Что, какие были мысли? Мне хотелось, чтобы все это прочитали. Потому что мне, ну, мне было здорово, интересно, красиво. А когда я вижу что-то красивое, мне хочется, чтобы все вокруг это тоже увидели. А какое любимое самое произведение, возможно, это не прозаическое произведение? То есть у Алексея вашего? Отдел. Отдел. Отдел – это мой любимый роман. Вот давайте все посоветуем читать лучший роман. Пройдемте дальше. Популяемся по нашему. Можно дальше. Есть ли места, которые вам хочется? Не знаю, чтобы взять, чтобы взять. А это, как бы, по ходу. Делание. То есть, ну, оно само собой как-то получается. Осторожно здесь, как… Угу. Лишь бы это органично было, и все. Ну, в Калиновске лесопарке уже, в какой-нибудь, вопосредованно. Вот. А это, то есть, уже переехали в Машу или в Поберутину? А там есть, да. А что интересно, я, опять, стал пробить, переехали в Машу. Я и не подозревал. Тут у Маши, посмотрите, есть библиотека номер 13. А это так. У меня не было. Я, я вообще не вспомнил себе, что она там есть. А улица Карта, Калина, тоже раньше была библиотека. Абонентская. Прямо примутала к лесу. Ну, сейчас там все. Прямо около леса стояла библиотека. Тогда это была забавная такая история. Я в интервью прочитала то, что в библиотеке Билинского, была такая-то встреча, и кто-то из сотрудников сказал, мы библиотекарь, не такие. А все остальные засмеялись, нет, не мы такие. Да, да, да. Такие-такие, кто-то сказал, да. Ну, на самом деле, знают библиотекари, они вообще все разные. То есть, они не такие вот. Ну, они как люди, люди уже разные. Библиотекари, соответственно, тоже разные. А почему именно вот такие профессии? Слесарь, я знаю, бывает, есть леса. Да, ты поэтому разбирался? Ну, нет, хотя не скажешь, что у нас спустя... Давайте под мостом пройдем. Спустя некоторое время, не скажешь, что разбирался, но примерно мог представить. Да, это как бы библиотека, но там у Петрова она же тишину любит. Вот, собственно, она это и делает. У Петрова она? Тишину любит, да. А какая самая тихая профессия? Ну, почти. Буквально одна из самых таких профессий с тишиной, где тишина даже требуется. Да, просто. Да. А я, кстати, даже не знаю, что здесь можно пройти. Да ладно. Я здесь никогда не проходил, на самом деле. Серьезно? Да, да. Я всегда или там проходил, или там проходил. Это переход имени Цоя называется. Я просвещу вас. Да. Всегда как-то мог, да. Я тоже здесь. Мы всегда была виновата. А сколько вы здесь живете? Сколько? Ну, лет 15, наверное, 16. Да, 20 лет, 15, 15 года. А на этом насилие? В Нижнем Тагиле, да. А раньше? В Эстонии. Я в Екатеринбурге, я на этом еще 12, я жила в Екатеринбурге. А потом опять вы. Мы пришли в Тагиле. Слава Богу, мы в Екатеринбурге сейчас играли. В общем, Слава Богу, в Екатеринбурге. Хороший год. Ну, Екатеринбург-то лучше всего. Ну, мы любим Екатеринбург. Но просто не хочется. А что там делать, собственно? Сейчас нет даже необходимости такой. Только просто вещи туда-сюда доскачивали. Зачем? Ну, сейчас волну нет. Сейчас походим к городам. Это все. Вот я в начале октября по Благовещенск лечу. Шесть часов, да. Раньше, да. Счастье не было в Салихаде. А вот в самом Салихаде были потемки рядом. Ну, там, что он был потемки. Чисто. Но это, конечно, не в радость. У меня было такое ощущение, что это вообще первый приехал, кто согласился у нас. Но я еще и в феврале полетел. Вот. Ну, то есть зимой. В самый сезон, то есть вот. Там было 12 градусов, да, при летении. И там была встреча, считать? Да, несколько, да. По многим ходить. И сколько людей пришли? Да, да. Как пришли? Весь селефат был? 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 Ну, 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 ну. Люди реально плохо дадут, чтобы не пропитали. Потому что все равно это какая-то, ну, скажем так, дань. А я рад пополадать, да. Мне это не трудно на самом деле. Ну, ну. Вот для людей, которые не отчаиваются стать писателями и прям зарабатывать на этом. Что бы ты посоветовала? Я понимаю, что... Ну, набраться терпения, как же, на самом деле. Вот. И, возможно, принять, что этот мозг зайдет или что-то там. То есть, как-то надо... И, наверняка, у тебя есть подожатели? А я не знаю. У меня стиля особого нет такого, что... Как, допустим, Лабокова или... Папа. Или там... Зайник, человек. Или там... А правда, у тебя есть какие-то люди, я не знаю, что... Есть какой-то язык невероятный, а в Малайке пишет. То есть, не было каких-то других людей? Может, и были. Просто я... Я смеюсь. Я, я... Мне его изменить не было. Видимо поэта. Просто думал, что это. То же Игорь Эккель не такой книг. Да, вот не так, да. И Андрей Кишон. Они выписали книгу, книгу, книгу и прону. Все чекратичные. С иллюстрацией и текстами. Очень много книг. А, это она еще и по мотивам галорелиады. Ну, как и 12 секунд. Там было много паразитов? Да, 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 да. А, может, подходим сейчас к Мерисею? Да, где в книге висит плакат. Может, там в Малайке просто? Да, да, как раз. Нет-нет-нет, по-моему... А может, и в Малайке просто. И написано, что сенс встал от этого. давайте к нему вот так подойдем вот так вот через аллейку там потише так это была ситуация когда я работала корреспондентом 4-летнего ребенка привела с собой мне куда бы отдевать в драмтеатр на какое-то чествование по сути дня города он значит часа три засидел ну да видимо это еще было моего друга младшего брата тоже повели на новогодний спектакль это уже неизвестно войну когда актеры в паузе сделали это паузу случайно в полной тишине как бы этого театрального зала это как бы просто мне скучно много таких вообще историй которые просто случайные они в основном смешаю это просто выдуманную историю и на почему яичницу но так она многих как бы она у всех такой как и жареная картошка как бы всякие там супы нет поразила какой-то персонаж все библиотека наверное женщина одна из самых ярких что вот она по сути она мучила да но она при этом старается как-то бороться и это очень с одной стороны абсурдно с другой стороны смешно дико как вообще к этому решению как нет это просто метафора не кого скелета в шкафу может быть и и людям по моему по этому может быть это и близко но может быть так что мы же на улице не такие как мы дома то есть мы мы разговариваем с продавцами магазинами так как обычно с детьми там супругой или супруга ну к тебе же и подходила пожелаете так иметь да в петербурге я говорила что петрова жизнь желала несколько человек с аренды и ушла петербургская бабушка дышать она была на какой-то презентации да 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 какие-то еще были такие смешные истории а там во время собственно диалог читателя он же во время то есть диалог с читателем и книги да так получается и остальные люди в очереди они же допустим раздражаются когда кто-то слишком большое время начинается но вообще-то вообще тут как-то женщина подошла как-то я себя ощутил этим в принципе как его если мир глазами ганта здравствуйте сказала ну как-то с какой-то безуменькой смертный час но в основном все нормально бывает что там сын попросил отца купить как бы книгу для него вот отдел например там подросток попросил отца купить ему отдел потому что ему самому не продали лишь там 18 плюс и вот и отец говорит сначала я прочитаю ну ладно ради бога без проблем сомневаюсь что он отдал мне голос потом поправку но все-таки вот этот милегат сейчас сделала тебе имя можно? ну да ну такое имя сделала а ты рад что именно она или у тебя есть такое ну а почему именно? а я бы вот если бы вот три книги разложили вот три романа я бы Петров не выбрал то есть если бы передо мной когда-то несколько лет назад сказал вот ты напишешь такие романы выбери какой по твоему мнению понравится людям и какой экранизирует я бы подумал на отдел честно говоря то есть дело в людям да непонятно что им надо никто никогда не знает поэтому вот это вот когда говорят что вот там это вы издательство некая стратегия есть что вот специально там великие там масоны выдвигают какие-то писатели так это невозможно осторожно столб хоть угадать ну разве что в жанровой литературе можно да и то не всегда на самом деле как там проваливаются целые заметки там франшизы супергеройские и другие другие что вы например как у нас игрались на на ремейке допустим там с легким паром да или служебного романа а что сделали с терминатором раз от раза делают с терминатором просто просто никакими словами не перестали да что с чужими там а со звездами хотя это их поклонник но их тоже по моему абсолютно изуродовали там что-то напридумывали какие-то ерунды хотя может сложились как-то обстановка не знаю в социуме другом их бы любили там горячо да нет просто есть момент когда произведение заканчивается оно закончилось и не надо его продолжать то есть нужно вовремя оставить да да не знаю есть же какие-то коммерческие истории да да они и есть коммерческие истории важно успеть ко мне продать искусство продаж ну нет просто не подачи что все равно продали искусство продаж в смысле я рассказываю за них братья от тебя а а предлагали мне быть литературным негром нет ну мне трудно предлагать быть артропом негром я свои то произведения еле еле пишу ну не то что в день как бы ну и трудно всё таки хочется чтобы что то произвел чтобы текст был интересным чтобы почти в каждом предложении было что-то интересное А это также ниоткуда не берется, это все равно как бы, для этого нужны дневные впечатления, они просто со временем только накапливаются, нельзя за эти дневные впечатления, да, просто делать каких-то там интересных наблюдений, и поэтому вот так вот получается. Ну вот это вот то самое место, наверное, висел тот самый плакат, должен был висеть. Наверное, да. Сейчас, насколько мы знаем, здесь находится театр кукол, он временно переехал, да, из своего, пока там идет ремонт, сейчас здесь сидит театр кукол, глизея уже у нас нет, салюта у нас тоже есть, салюта, да, ну там он остался, а здесь же было какое-то пространство для различных, и их тоже выгнали. Я думаю, здесь надо доставить торговый центр, торговый центр, с гадиаторскими боями. Это планета, ну вообще, как бы, вся эта история с этими унылыми, какими-то афишами, как она вообще попала? А почему унылыми-то, ну просто афишами, а хотелось бы, это же примета времени, фильм про Александра Македонского, он вполне себе обозначен во времени, то есть можно зато узнать, какой год заканчивается. Никакой это год заканчивается? Я уже не помню, только 2012-2011 год, тогда только-только там сотовые телефоны начали появляться, такие маски. А, это с поля на фару было, который? Да, да. Да, да. Шарот лет, все, понятно. Ну теперь да, люди вспомнили, наверное, какой это было. Да, можно как бы. Пройдемте дальше, дойдем до остановки архитектурной академии, я понимаю, потому что это было нормально, да? Да? Да. И, наверное, она точно закончена. В принципе, вообще про эту идею, да, экскурсии, можно сказать о том, что мне предложила моя знакомая Ольга Зорина очень спрашивала Алексея, чтобы провели для москвичей такую вот экскурсию. Но, по сути, друзья, тут, как бы, мне кажется, нет смысла останавливать это все, дочли, чтобы... Да, да, это глупо, люди так читали, кому-то надо, кто-то уже прочитал продукцию. Но в любом случае сама, конечно, продукта с вами, это что-то невероятное, что-то очень... Спасибо. Ну, то есть... Когда ты читаешь, ты, конечно, тоже мысли находишь, да, по этим видео есть. Когда ты ходишь с автором, ты, конечно, еще больше погружаешься и... Я думаю, что не нужно отказываться от этой затеи, и так придется провести документы. Ну, только поболтать, походить, да, почему... А вообще, вот эта вот популярность... Честно говоря, что она говорила, что популярность есть. Есть какой-то вот прям вау, что такие так благодарны, какое-то, может быть, знакомство, да? Может быть, какой-то материал. Что тебе... За что можно сказать? Да, за, ну, за очень многое, на самом деле. То есть, от ремонта квартиры до, не знаю, до знакомства вот с фронтменом Сансавилов. Недавно мы в этом, в Архангельске познакомились. И где бы я с ним не сфотографировался с той встречи, у меня какая-то улыбка с деменцией почему-то получалась. С какими-то налетом деменции, вот. Как-то так выходило все время. Ну, само знакомство было, как бы, замечательно. Саша, вы говорили, что он не парень, но он не парень, но ровесник мне, по-моему, насколько я понимаю. Ну, ну, письмо уже не... Все здесь не парень, но он не парень, но и все, как всегда. Ну, а с наубежными, может быть, интересно? Ну, конечно. Ну, конечно. А, ну это... Да, конечно. И, например, он удается не в спектакле сыграть, а там Петрова играет. А в фильме он играет вот этого безумного человека, который берет книжки-то всякие. То по Холокосту, значит, по концлагерям, то, значит, по анатомии. Ну, как бы маньяка. И она ему, по ходу, Петрова валит. Вот. И там... Ну, много кто там снимает. Вот. Какие-то есть у тебя интересные такие знакомые, да? Вот, которые собирали такие книги, например, да? Ты взял и просто скачал их? Нет. Это всегда здорово. Я вот это всегда абсолютно здорово. Так неинтересно, которого человека... Просто нет. Ты как человек, который работал. Почему, как мне кажется, людям понравилась эта история? Потому что ты человек, который жил в народе, да? Работал на каких-то таких профессиях. Кочегар там. Мы все так работали. Нет, не все. Кому-то там не повезло всю жизнь работать журналистом. Он же не особо где-то был в какой-то такой истории вот именно с народом. Чтобы понять, как все люди ведут. Чтобы понять, как они реагируют, как они разговаривают. Да. Я не знаю. Это, по-моему, у нас не сильно различаются. У нас нет засловий. У нас, на самом деле, все довольно-таки просто в плане общения. То есть, если надеть, значит, фраг на человека с улицы, побрить и запихнуть куда-нибудь в разгар пьянки каких-то дипломатов, они даже не поймут, что он дипломат. То есть, ну, некую встречу, да, с алкоголем. Я не думаю, что... Нет, алкоголь это как будет? Понятно, что... Уравнивают, да, людей некого. Даже люди на разных... Да, да. Да, да. То есть, вот этот прекрасный переводчик. Я не понимаю этого народ. То есть, ну, то есть, ну, все народы. Что делать? У нас, на самом деле, люди делятся на два типа. Кто, значит, может переехать людей на остановке и не сесть, и тот, кто переедет людей на остановке и сядет. Вот, у нас вот так вот работает. Вот два сословия. Кто-то может делать вообще любую фигню творить. Вот. А кому-то нельзя даже лишний раз что-нибудь перепостить, да, скажем так. Вот. Не сказать, что вот у тебя жизнь прям изменилась с этой группой? Нет, она изменилась очень сильно. Я стал активно как бы двигаться по стороне. Вот. То и дело. Ну, не с такой, конечно, бешеной скоростью, как Роман Сенчин и Ярослава Кулиновича. Которые вообще-то, по сути дела, дома-то и не жуют, такое ощущение возникает. Но все-таки довольно, вот, сейчас начало октября, а потом середина октября. Потом в ноябре опять, вот, как раз меня в Салехарту позвали еще раз. Вот. Чудесно. А можно вот сейчас нас спросить, приходится иногда пинать мужа, чтобы писал? Нет, да. На него, раз, его можно повлиять? То есть, есть мужья, на которых можно повлиять? На моего супруга повлиять нельзя. И лучше этого не делать, потому что это опасно. Почему? Ну, как бы. Человек обидится, не будет разговаривать, а я не люблю конфликтные ситуации. Все правильно. Поэтому работа и его дело. Он же меня не пинает, чтобы я шла на работу, на свою. А чем вы занимаетесь? Я в медицине работаю, когда пошла. Это тоже интересная, мне кажется, тема. Это более полезное занятие, скажем так. Ну, нет, я бы не сказала. Ну, ладно. Это может быть и вредное занятие. А был ваш, был какой-нибудь персонаж у тебя, вот, связанный с медициной, чтобы ты массажистка посредовал? А там, кто посредовал, да, есть массажистка. Ну, она списана, кстати, отчасти с бабочки, да. С бабочки, да. Да. А есть кличка, там, знакомая, девушка. Ну, вместе, очень-то. В медицинском колледже. И, кстати, я ее сразу же узнала, что это именно она, когда она даже еще не знала, что это она. Так там, да, она, там же сказано, что делает паузы в тех местах, где как бы мат может быть, там еще что-то. Ну, что? Так, ну, давайте вспомним, что было на этой остановке чудесной. Вот на этой уже, да, мы ее уже прошли. Разве на этой? А здесь, на этой, на этой. Здесь, здесь Петров чуть не сбил, значит, студентов архитектурной академии. Тот, как боленьем, прыжком выскочил на него из-под... Вот это я помню. Почему-то это запомнилось. Потому что момент динамичный, наверное. Да, да. Он только расслабился, они же опаздывали, опаздывали. Только он решил разогнаться, и бац, собственно, чуть кого-то не сбил. И сопереживал. А там, вон, Игоря встретили. Утюзов, собственно. Игорь вообще какой-то тоже невероятный персонаж. Ну, он очень екатеринбургский. Он тоже сборный такой. Из времен юности, когда можно было там случайно приехать в Екатеринбург, или еще куда-нибудь кого-нибудь встретить, где-нибудь залиснуть совершенно фантастическим образом. У всех, наверное, такие были веселые друзья. Да, в юности, да. Когда можно было не беспокоиться, что... То есть, допустим, идешь с друзьями спокойно пьешь водку, хотя тебе там по 7 утра на работу, и действительно встаешь в 6, умываешься и идешь себе на работу без проблем. Да. А не как сейчас, пару бокалов пьешь, выпила что-то, тут соболела... А на работу завтра ведь не обязательно писать, по идее. Ну, нет, я имею в виду просто в юности работа была именно такая, на которую надо было идти. Все так, Леша, вот абсолютно все так. Многие зрители с нами согласятся. Ну что, мы будем завершать, наверное, нашу прогулку. Да, мы будем завершать. Спасибо вам огромное. Очень приятная беседа. Господа, всего хорошего. Считайте книги.